Добрый день, меня зовут Жерман Дмитрий. С этой недели я начал свою работу в департаменте городского хозяйства города Одесса. Хочу отметить, это не та отрасль, на которой можно заниматься самопиаром. Поэтому сегодня не будет никакой рекламы. Хотелось бы рассказать, с чем мы столкнулись. В первую очередь, при истечении этой пяти дней моей работы, мы сделали четкие выводы, что нам необходим полный аудит всей системы. Надо сделать как финансовый аудит, так и хозяйственный. По результатам этого аудита, мы уже это поймем, наш вектор развития, наши ошибки. Сделаем выводы, эту работу над ошибками. Будет возможность говорить, как и в какую сторону мы будем развивать наше городское хозяйство в дальнейшем. Естественно, мы будем опираться на опыт наших мировых и европейских аудит. В аудите мы задействуем аудиторские аудит компании из списка топ-10 в мире. По результатам их выводов, естественно, как и о наших дальнейших шагах, так и о наших кадровых выводах мы тоже сообщим в дальнейшем. Они, безусловно, будут. Потому что уже очевидно, что необходимы какие-то кадровые изменения, необходимы новые менеджеры, необходимы новые люди, которые могут вдохнуть новую жизнь в эту отрасль. Более современными взглядами, скажем так, которые работают на новых скоростях. И, естественно, важный момент – это то, что городское хозяйство – это была самая закрытая отрасль в нашем городе. А если закрытая, значит, вызывала больше всего негатива. Потому что то, что люди не понимают, но они это, значит, не любят. Вода, тепло, газ – всегда очень много по этому вопросу. Поэтому в дальнейшем мы будем максимально открытым департаментом. И вот сегодня мы уже делаем первый шаг. Тот видеоблог, который мы начинаем сегодня вести, станет еженедельным. О всех наших кадровых изменениях, о всех наших дальнейших шагах, о том, что мы сделали, чего мы добились и чего мы не добились. А если не добились, то почему? Мы будем говорить на чистоту. Будем говорить так, как есть, без каких-то двойных стандартов, без какого-то второго дна и так далее. Всю информацию из первых уст будем сообщать, в том числе и вот таким вот способом. За неделю, я уверен, вы подготовите какие-то вопросы. Я постараюсь на все вопросы дать вам ответы. На те, которые я не смогу дать здесь, я отвечу в Фейсбуке. Веду я его сам. Поэтому, если будут некоторые задержки, вы уж не обессудьте. Это первым делом самолеты. По результатам нашей работы мы будем о ней отчитываться. А это занимает какой-то период. Готовьте ваши вопросы. Как я уже говорил, теперь мы будем видеть это каждую неделю. На связи.